Здравствуйте, друзья! В эфире канал Нью-Рашворф. С вами я, Юрий Гемельфард. И сегодня у нас в гостях замечательный человек, экс-сотрудник КГБ, экс-разведчик-нелегал, первый россиянин-выпускник Академии при премьер-министре Франции, автор мирового бестселлера про Владимира Путина Сергей Жирнов. Добрый день, Серёж. Юра, привет всем нашим зрителям. Ну, во-первых, Серёж, с наступающим Новым годом. Это мы беседуем в предновогодние дни. И, естественно, мы подведём итоги минувшего года. И вот вопрос, скажи, пожалуйста, вот минувший год, что ты мог бы на сегодняшний день выделить главное в том, что нам принёс год уходящий? Самое главное – это, конечно, начало войны путинской России в Украине. И всё, что с этим связано. То есть конец путинского режима и начало распада Российской Федерации. Вот то, что я бы сказал. Самое главное произошло в этом году. Ну, хорошо. А в целом, ты понимаешь, вот распад Российской Федерации. Хорошо. А как он будет происходить? Ведь давай рассуждать логично. Смотри, образовалась третья сила. Это Пригожинская ЧВК. Это плюс ко второй силе, я имею в виду, личная гвардия Рамзана Кадырова. Плюс в каждом субъекте Российской Федерации формируют свои отряды терробороны. Ждёт ли, на твой взгляд, Россию гражданская война? Причём не по красным и белым, а за ресурсы, территории и контроль над ними. Ну, с этой точки зрения, можно сказать, что гражданская война в России уже идёт. Потому что сам факт того, что созданы были такие частные армии и такие региональные армии, которые не встроены абсолютно ни в какую систему государственную, российскую, которые противоречат Конституции Российской Федерации, которые противоречат Уголовному кодексу Российской Федерации, которые противоречат политике государственной, любой нормальной страны. Это говорит о том, что уже Путин не контролирует фактически те процессы, которые идут в стране. Путин не является больше легитимным президентом, потому что иначе бы он до сих пор обязан был наводить порядок. Если он не наводит такой порядок, значит, такой бардак его устраивает. Потому что то, что ты называешь там этими, и многие люди называют этими армиями частными, это бандформирование. У этого дела есть совершенно конкретное название. Бандитские формирования. Есть бандитские формирования в составе, значит, частное бандитское формирование Примирного, Гожина, частное бандитское формирование Кадырова и так далее и тому подобное. Но Кадыров, правда, его встроил в структуру Росгвардии. То есть кадыровцы встроены в структуру Росгвардии и подчиняются Золотову формально. А при Гожинце не подчиняются никому, кроме него самого. Больше того, их называют по старому названию Вагна, хотя даже внутри Российской Федерации они изменили правовую структуру. То есть на самом деле создана там какая-то организация под названием Лига, ассоциация, связанная с этим делом. То есть они усложнили свою структуру юридическую. Но мы все понимаем, что в любом случае и то, и другое — это банкформирование. И поскольку их существование не только терпят, но им и позволяют говорить совершенно невозможные вещи. То есть в государственной структуре, когда люди, которые находятся на фронте, начинают критиковать министра обороны в прямом эфире, записывая, выкладывая это в YouTube, причем матерно, оскорбляя начальника генерального штаба, оскорбляя генералов и так далее, это все попадает под статью Уголовного кодекса, которая называется «Военное преступление», «Воевские преступления». Это называется там, по-разному там есть несколько статей, но в любом случае это все нарушение субординации, нарушение уставных отношений между военнослужащими. И все это карается Уголовным кодексом. Не так страшно карается, кстати, как должно караться, потому что на войне такие вещи караются расстрелом, потому что это называется «бунт на корабле». То есть когда какой-то там военный начинает говорить, что генерал дурак, и там не дурак, а даже хуже гораздо, то, в общем, за это дело как минимум сразу на ГУБУ, дальше суд военного трибунала, и дальше либо штрафбат, либо дисбат, либо расстрел без суда и следствия на поле боя. А на корабле вернут на Рейф за это. Так что, в общем, существование всего этого дела доказывает, что на самом деле в Российской Федерации такая гражданская война уже идёт. Потому что Прибожинцы и кадыровцы, они ведь не только оспаривают власть военную, они оспаривают спецслужб. Прибожин вступил, кстати, в прерывание с губернатором Петербурга Бегловым. То есть там целый клубок взаимоотношений, и целый клубок выяснения взаимоотношений между этими группировками. И это всё говорит о том, что это банка пауков. А когда такая банка пауков, и когда верховный арбитр, которого из себя строил Путин в течение больше, чем 20 лет, уже не работает, то есть он не наводит порядок. Он должен был бы их всех собрать. Это даже в мафии такое существует, когда лейтенанты начинают дараться между собой, то главарь мафии устраивает встречу и заставляет их всех подписывать мировую, пить какой-нибудь, я не знаю, в зависимости от того, в какой стране это находится, соответствующий алкогольный напиток. И, значит, чтобы это дело всё прекратилось. Потому что главарь мафии им всем говорит, ребята, для нас враг — полиция. Вы не можете воевать друг с другом, потому что иначе это будет плохо для мафии. И любая внутренняя война в мафии — это всегда плохо для мафии. Путин этого, судя по всему, уже не пользуется авторитетом достаточным для того, чтобы урегулировать подобного рода конфликты. И, с одной стороны, это в мафиозной структуре, а в государственной структуре ещё хуже, потому что в государственной структуре, когда Пригожин вышел в сентябре месяце и сказал, что да, ЧВК «Вагнер» — это моя частная военная компания, немедленно следственные комитеты Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Главной военной прокуратуры должны были возбудить уголовное дело, арестовать немедленно Пригожина, арестовать всех руководителей этого дела, посадить их в СИЗО и найти расследование по поводу существования этой наёмнической структуры. Этого сделано не было. Значит, не существует у Путина юридической силы для того, чтобы урегулировать этот конфликт. Или ему это выгодно. Вот что-либо одно. Но в любом случае, если ему это выгодно, тогда не существует государство, и государство как инструмента насилия, как, скажем так, инструмент, который устанавливает кадр, устанавливает правила ведения внутри государства. И не существует Путина как главаря мафии, потому что, когда он позволяет им наезжать друг на дружку, то это тоже... Самое главное ведь в этом деле плохо что? Что всё это выплёскивается в публичную область. То есть если бы они между собой грызлись, это как бы их были проблемы, но мы об этом ничего не знали. Когда они начинают грызться на экранах телевидения, на экранах Ютуба и на страницах газетчика, вот это называется бардак. А когда начинается бардак? Когда глава государства, глава мафии недостаточно силён для того, чтобы регулировать этот бардак. И поэтому всё это началось. Ну а что касается распада Российской Федерации, то мы с тобой уже делали на эту тему передачу. Путин запустил сам по себе этот распад 21 февраля 2022 года, именно в этом году. Это, кстати, было даже до начала, начала военных действий, прямых военных действий в Украине, потому что тогда, когда он признал независимость ДНЛ и ЛНР, то есть Луганский и Донецкий народных республик, так называемых военных. И когда он это сделал, он таким образом открыл ящик Пандоры, он запустил все механизмы распада Российской Федерации. Я более того с тобой соглашусь, вот чтобы поставить точку в вопросе Пригожина. Сейчас его модно сравнивать с батальоном Дерлевангера во времена Гитлера. Очень похоже, кстати говоря, их судьбы. Оба сидели по позорным статьям, оба отмороженные бандиты, что Пригожин, что Дерлевангер. Это да, но Дерлевангер напрямую подчинялся Гитлеру и никогда не позволял себе критиковать ни фон Бока, ни Гудериана, ни кого, ни Монштейна. Это было табу. Дерлевангер творил свои плохие дела, творил свои безобразия, но в политику не лез и политических заявлений не делал. А здесь я обязан с тобой согласиться, Серёж, что да, действительно, Пригожин, он реально выходит из-под контроля. А полная аналогия между Пригожиным и Дерлевангером неуместна вот именно с этой точки зрения. Абсолютно. Я бы даже сказал, что если бы мы стали бы еще аналогии в нацистском рейхе, то тогда можно было бы даже Пригожина больше сравнить с Рёмом из АЭС, который, как все помнят из истории, тогда, когда он стал претендовать на политическую роль Рём, его просто уничтожили. Его уничтожили СС. И, в принципе, Пригожина ждет та же самая участь, потому что он, ведь самое главное, еще хуже для Путина что? Что Пригожин, как инвитериальный урка, уголовник, да, потому что он попал в тюрьму в возрасте 19 лет и отсидел почти 9 лет в тюрьме. Хотя он был там приговорен к 13 годам. И он, в принципе, сейчас в политическом пространстве России, в медийном пространстве России, занял роль Путина, вот того Путина, который говорил о Фене, и который обещал мочить в сортире, там, всех, кого не попадя. Вот, причем Путин-то в то время все понимали, что он бывший подполковник ФСБ и никакой не урка. А вот Пригожин реально урка. И по этому поводу Пригожин даже лучше, чем Путин. Он круче, чем Путин. Потому что реальный вот человек, который отсидел в тюрьме, который и затем создал свою, кстати, целую империю. То есть в этом смысле он по многим параметрам он не создал лучшего, потому что у Путина не состоялась карьера государственная. Вот, у Пригожина ее и не могло быть, потому что он сидел в тюрьме. А у Путина потом вся политическая карьера, это оказывался в нужном месте, в нужное время. А Пригожин отстраивал лично свою собственную империю. И в этом смысле он гораздо более инициативный человек и гораздо более потенциальный, сильный человек, чем Путин. Вот, и для Путина он представляет, прежде всего для Путина, кстати, он представляет самую большую опасность, потому что именно его власть и его роль как верховного главнокомандующего он оспаривает. Потому что, конечно, когда его бойцы критикуют Шойгу или этого самого начальника генштаба, то не надо забывать, кто их назначал. Ведь их назначал всех Путин, и они подчиняются лично Путину. Значит, косвенно он критикует Путина. Если от Путина нет никакой отмашки, чтобы за открытым урод, то, значит, Путин принимает это, и, значит, Путин слабее, чем Пригожин. А я тебе больше скажу. Путин и его АПшечка, они, подтверждение твоих слов, они сами же своими руками создали эту ситуацию. Романтизация Урок. Вот все эти сериалы 90-х годов про братву, финалом которой стал культовый сериал «Бригада». И вот эта романтизация, она сейчас начала работать против Путина. Правильно. То есть тут нельзя с тобой не согласиться. Мы к этому и пришли. Абсолютно. Ну и плюс к тому же от Путина устали. Путин уже 22 года у власти. Он пересидел, он явно пересидел. И тут вдруг приходит Пригожин, который на 10 лет моложе, больше, чем на 10 лет. И, в принципе, это, так сказать, как бы обновление, новая кровь, более крутой мужик. И по этому поводу Пригожин вполне может претендовать на сколупывание Путина, старичка, бункерного деда. И на занятие его должности, его места. Тем более, что такие люди, как Патрушев, в этом смысле тоже ничего не могут или не хотят делать. Но у Пригожина есть другая немножко проблема, потому что он слишком наглый человек. То есть вот он настолько наглый человек, потому что, конечно, для того, чтобы стать таким уркой и создать такую империю, которую создал он, нужно быть очень наглым человеком. Но он взорвался, потому что он наехал на всех, на кого только можно было наехать. Он наехал на армию, он наехал на спецслужбы, он наехал косвенно на Путина, он наехал на Кооператив Озера, потому что он претендует на их власть. И самое главное, что он наехал на олигархов. Он сказал, что все олигархи, которые не отдают свои деньги на борьбу с Украиной и на эту войну путинскую в Украине, они не дослуживают ничего другого, как раскулачивание, чтобы у них отобрали все их деньги, их объявили врагами народа, и, так сказать, все их деньги, разделение между собой. И таким образом он на самом деле восстановил против себя целый слой очень богатых людей. И, в общем, когда такой человек, то есть, грубо говоря, он слишком активно и слишком сильно стал наезжать. И такие люди обычно плохо кончают. А тебе не кажется, что олигархам будет проще откупиться? Понимаешь, почему такой вопрос? Я смотрю на бэкграунд. Вот те самые 23 года власти Путина. Не проще ли им будет откупиться, как ты считаешь? Не струсят ли? По-моему, трусость – это их альтер-эго. Второе я. Конечно, большинство струсят, это понятно. Но среди олигархов мало дураков на битах. А если они не поймут, что пригожно, это гораздо хуже, чем Путин. Потому что вот с Путиным они откупались. С Путиным у них был социальный договор. Мы не лезем в политику, а ты нам даешь вас даровать и делать наши капиталы. Пригорин совсем другой человек. Он от них требует не просто вы не лезете в политику, а вы мне отдаете все ваши капиталы. И по этому поводу у Пригорина нет никаких границ. Потому что Путин в этом смысле гораздо более приличный человек. Сейчас она с тобой... О, Сережа, сейчас такое начнется. Путин приличный человек. Отписуюсь, вы продались, вы консервы. Имеется в виду, что... Я сразу поясню. Это в пределах мафиозных структур. То есть в пределах мафиозных структур Путин приказал за 22 года своего правления, что он в принципе соблюдает какие-то там внутримафиозные разборки, он соблюдает правила внутри мафии. Вот Пригорин совсем другой человек. Если он придет к мафии, первое, что он начнет делать, это он начнет у всех отнимать всю их собственность. И он станет самым богатым человеком. Официально самым богатым. Путин прячет свое богатство. Пригорин его не будет прятать. Наоборот, он его выпячивает. Потому что он же урка. А урки, они обвешиваются золотом килограммами, потому что у них все должно быть видно, у них все должно быть ощущаемо, материально ощущаемо. Они все конкретные люди. Там вот умники, которые говорят, а у нас там на бирже, а мы там весям, я не знаю, 500 миллиардов. Это вот все не то. Самый большой автомобиль, 2 килограмма золота на шее, и вот что такое урка. И вот Пригожина как раз то самое. Да, это действительно так. Но вот тогда отсюда и главный вопрос. Как поступят Патрушев и Бортников? Потому что у этих ребятишек-то возможности есть. А они не идиоты. Они мерзавцы, но они не идиоты. И вот этот твой расклад, а тут реально, если у людей есть хоть чуть-чуть здравого смысла, с тобой не согласиться нельзя. Эти два брата-акробата, как они поступят? Я бы сказал так, что моя теория, я ее уже не раз высказывал, что если они еще не полные идиоты, если они не хотят потерять все, то у них главная вещь – это повесить все на Путина. А теперь нужно даже повесить на Путина вместе с Пригожиным и Кадыровым. То есть вот завязать их в троих и сказать, что вот они все трое, ну, грубо говоря, просрали Россию. И таким образом избавиться от всех троих. Если Патрушева, Бортникова и прочие всякие люди этого не понимают, а также там сотни олигархов, которых мы называем олигархов-миллиардеров, которые этого не понимают, то они просто идиоты. Ну, а как ты считаешь? Вот твоя гипотеза. Сережа, я понимаю, у тебя инсайдов из Кремля на эту тему нет и быть не может. Некий идиотометр, он не создан. Твои ощущения, твоя интуиция, а ты человек опытный, они идиоты или нет? Моя интуиция в том, что да, они идиоты. Они идиоты в том смысле, что они все, ну, то есть вот Путин идиот в том смысле, что он пересидел, он создал себе свой пузырь информационный и в этом пузыре он совершенно уже ничего не понимает, что происходит в реальной жизни. Кадыров и Пригожин, они себе создают новый, свой собственный пузырь и они так увлечены их стремительным ростом, в том числе политическим, что они не заметили, как они перешли все красные линии. Вот. А все остальные люди, они так боятся изменения обстановки и так надеются, что все рассосется, что, к сожалению, я убеждаю, что на самом деле они, ну, скажем так, умные люди просто уехали. Вот по-настоящему умные люди, там, типа Чубайса, они просто сделали ноги. Вот все, кто сидят в России, они все идиоты. Просто все идиоты. Ребята, вы меня извините, конечно, что 117 миллиардеров, но вы идиоты. Потому что, если вы за 10 месяцев не поняли, что идет речь там не только о вас, не только о ваших капиталах, но о стране, о мире и так далее, если вы до сих пор не поняли, что вам нужно сейчас вставать на вашу отечественную войну, идет война, огромная, священная война. Вот если вы не поняли, что все, что вы нажили за 20 лет, все, что вы наворовали за 30 лет, и все, что вы пытаетесь сохранить за 30 лет, все это идет в татарары, то вы просто идиоты. Увы. Ну, что могу сказать? Определение страна дураков, не будем называть эту страну, оно, пожалуй, верно. У этого процесса, к счастью, так сказать, для нас, как бы, для какой-то там справедливости, есть справедливость. Потому что мы все прекрасно понимали, что все эти империи, там, большинство этих империй высосаны из пальца. И они были созданы, на развале Советского Союза. Конечно, там, половина этих людей вполне приличные менеджеры, потому что важно не только своровать что-то, но важно еще и сохранить, развить, и так далее. но, если они за 20 лет не научились думать на 3 года вперед, то, извините, это будет очень справедливо, если их всех раскулачат. В общем, да. Сереж, спасибо огромное за интереснейшую беседу. Друзья, я напоминаю, вы слышали точку зрения одного из наиболее взвешенных людей, Сергея Жирнова. Ну, я напоминаю другую. Выводы делаются только вам. Подписывайтесь на канал Ньюрошворд, подписывайтесь обязательно на канал Сергея Жирнова, ссылка будет в заглаве. С наступающим вас Новым Годом и до встречи. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова